И понимание человеческого мозга, и сегодняшняя наша передача имеет общее название «Ужасы спинного мозга». Это действительно ужасы, потому что спинной мозг – это очень небольшая часть нашей центральной нервной системы, но очень уязвимая. Дело в том, что наши предки так долго бегали на четырех конечностях, что не успели как следует перестроить нашу нервную систему для того, чтобы ходить на двух ногах. То есть, иначе говоря, спинной мозг – это наше проклятие, поскольку он плохо адаптирован для дуногого хождения. Мы плохенькие випедальные существа, и в основании для этого есть. Это не голословное утверждение. Ну, посмотрите, на птиц, например. Или у нас в истории были бипедальные динозавры, то есть двуногие. И много раз эта двуногость возникала в истории. И там у всех очень хорошо все приспособлено. За десятки миллионов лет оказалось спинной мозг, во-первых, имеет строение более приятное, чем у нас. Иногда имеет специальное расширение, такие специальные лумбальные желудочки расширенные, которые некоторые простофилии от палеонтологии называют головным мозгом, вторым головным мозгом. Это не так, это просто-напросто расширение, в котором находятся мотонейроны, обслуживающие мощные конечности динозавров, да и современных голубей. Не такие уж они мощные, но тем не менее. У человека ничего такого нет, все попроще, попримитивнее. Это говорит о том, что двуногие мы не так давно. 4-5, может быть, 7 миллионов лет мы, так сказать, стараемся привыкнуть своим двум ногам, но ходим, в общем-то, так себе. Дело-то в том, что спинной мозг, он несет в себе массу проблем, связанных как с двуногостью и с возрастом, как известно, у всех проблемы и со спиной, и с поясницей, и со всем остальным. А вот кроме этого есть и чисто неврологические проблемы. Ну, во-первых, самая главная проблема – спиной мозг построен по минимальному принципу. Это станет понятно, если вы увидите, что происходит с спиной мозгом, с его развитием, с его закладкой у человека в эмбриональный период. Но дело в том, что спиной мозг начинает, как и вся нервная система, дифференцироваться очень рано. На 18-й день после того, как мама с папой согрешили, значит, у будущего ребенка, если он завелся, начинается закладка нервной системы. И об эмбриологии у нас будет целая большая передача, возможно, не одна. Сейчас нас интересует то, что происходит спинным мозгом. А происходит следующее. Он закладывается одновременно с головным в виде такой складки, идущей вдоль всего будущего зародыша. И если в головном мозге дальнейшие события идут очень динамично, нейроны начинают с дикой скоростью размножаться, то есть пролиферировать и формировать полушария, отделы и так далее, а вот спинном мозге все происходит сначала вроде бы неплохо. Ну, как нейроны начинают делиться, их число возрастает, достигает некого максимума. Но потом начинаются всякие странные вещи. Они формируют отростки. Ну, то есть аксоны нужно формировать для того, чтобы иннервировать соответствующие мышцы, кожу. Нужно дендритные дерева формировать. И все вроде бы чин по чину. Ну, и мышцы образуются у эмбриона. Туда вырастают нервы, сосуды, и все замечательно. Но оказывается, спинной мозг не только млекопитающих, не только нас с вами, но и низших животных, причем до самых низших, включая там хрящевых рыб, он построен по очень странному принципу. По принципу конкуренции за орган-мишень. То есть спинной мозг, он дифференцируется, но клетки там находятся в таком противоречии мощнейшем. То есть они пытаются, каждая пытается обогнать друг друга. Причем там совершенно явно не олимпийские игры в этом спинном мозге происходят. Поскольку растущие отростки несутся с невероятной скоростью, насколько это возможно, вы понимаете, такая гонка там иногда до 400 микрон в день, но это самые героические, самые шустрые. Обычно все это происходит медленнее, там где-то порядка 40-20 микрон в день. Они пытаются добраться первыми для мускулатуры, для того, чтобы врасти в эти мышцы и иннервировать. И то же самое происходит с эндокринными органами, с железами, с кожей, с соматической чувствительностью. То есть это у нас афферентные входы, то есть те, которые позволяют получать сигналы от сухожилий суставов, мышц, кожи и так далее. И, значит, эффекторные или афферентные нейроны, которые отправляют свои сигналы к мышцам и железам. То есть вот такая картина. Так вот эти далеко не олимпийские игры приводят к очень странным последствиям. Нейроны, те, которые победители, то есть те, кто пришли первыми, ну или вторыми, или третьими, то есть количество нейронов достаточное для того, чтобы проэннервировать некую мышцу Х, представим себе, или там, допустим, бицепс какой-нибудь на нашей замечательной руке, они оказываются победителями, имеют медаль. А медаль состоит в том, что им позволяется съесть неудачника. Ну, кстати, как на олимпийских играх было бы. Три первых места это, значит, медалисты, которые, значит, устраивают товарищеский ужин из тех, кто проиграл. Вот примерно такая картина чудовищная. Это происходит в норме, без всяких как и патологии. И масштабы этих событий чудовищные на самом деле. Потому что там, где это можно было очень тщательно исследовать и посчитать все непосредственные нейроны, которые есть в спину мозга, и до начала образования отростков и после, оказалось, что гибель может составлять 85% всех нервных клеток. Это на самом деле катастрофа. Если 85% нейронов погибает в процессе эмбрионального развития, а их съедают дружеские товарищи, дружеский каннибализм, ну, так ты не успел, ну, извини, я тебя съем. Так вот, эти самые нейроны-каннибалы, которые удачно добрались до органов иннервации, они становятся гигантскими. Именно поэтому на разрезе спинного мозга, если бы сделать разрез и покрасить, соответственно, сделать тоненький гистологический срезик толщиной 20 микрон хотя бы, и посмотреть, то это окажется гигантская клетка, которая передает сигнал к органам-мишеням. Так вот, ее гигантизм связан с тем, что она очень дружески закусывала не более-менее удачливыми соседями. Ну, такая совершенно, совершеннейшая жизнь. То есть, почти как в человеческом обществе. Так вот, эти нейроны, остается их всего 15%. Это было найдено для амфибий, рептилий, млекопитающих. У человека под подозрением и предварительным по счетам примерно столько же гибнет. То есть, гибнет очень много клеток и не остается никаких запасов. И в этом-то трагедия. То есть, спиной мозг построен по принципу минимализма. И эти отдельные клетки обслуживаются огромным количеством специальных дополнительных клеток. А теперь самое главное. Значит, вот эти самые большие мотонейроны, которые передают сигналы, они расположены в самом спинном мозге, а рядом в специальных ганглях такие чувствительные клетки, которые передают сигнал тоже спиной мозг. Так вот, весь спинной мозг делится как бы на две части. Та спинная, ну, которая была верхней, если бы мы бегали на четырех ногах, она представляет собой восходящие пути. То есть, спинной мозг собирает информацию обо всем, о чем мы упоминали, и передает наверх. То есть, куда наверх? Ствол мозга, то есть, задний продолговатый мозг, мозжечок, и впоследствии она попадает и в кору полушарий. То есть, двигательные отделы, которые мы рассматривали на прошлой передаче. Значит, вот в чем произошла, происходит трагедия. У нас строится спинной мозг по принципу минимализма, и дальше никаких новых клеток после рождения, естественно, не появляется. Причин очень много. Не только в том, что там нету вот этих самых задепонированных эмбриональных клеток. Это действительно так. Но причина в другом. У этих самых моторных нейронов очень длинные отростки. А отростки, они не просто так болтаются, как провода оголенные, где-нибудь в ящике в доме, где проводка. Это ужасно, как вы знаете. Стоит капнуть в воде, как все там сгорит. Так и у человека. Каждое волокно должно иметь оболочку. То есть, это специальные швановские клетки, которых приходится примерно на миллиметр одна клетка. Ну, вот представьте себе, что у нас спинном мозге, значит, там располагается нейрон, который тянется к органу мишени, ну, например, сантиметров на 40. Ну, и что получается? Это у нас там 400 галяльных клеток, как минимум, которые должны просто его изолировать. Плюс клетки, которые его изолируют в районе мышцы. Поскольку, вспомните первую нашу передачу о том, что мозг является забарьерным органом, вся нервная система забарьерная. То есть, кто-то барьерные функции от собственной иммунной системы должны обеспечивать и защищать. А собственные активности иммунной системы, чтобы мозг не отторгнул. То есть, он защищен на всем протяжении. Кроме этого, такие гигантские нейроны, как вы понимаете, надо очень активно питать. То есть, нужно кормить. Для этого нужна куча гли, которая бы передавала, соответственно, кислород, расходуемые вещества, выводила продукты метаболизма к нейрону и обратно. Что, собственно говоря, и происходит. То есть, иначе говоря, у нас с вами целый комплекс. Каждый нейрон, сохранившийся в этой самой нервной системе, в спинном мозге, он является уникальным явлением. Я не говорю, что там в коре такого нет. Например, корковые нейроны, которые управляют движением, оно самое быстрое у нас, быстрее, чем у любой кошки. Я уж там не говорю про какую-нибудь змею. Это смешно даже сравнивать человека. Потому что у нас корковый нейрон начинается в коре большого мозга, передает сигнал напрямую на мотонейрон в спинном мозге, и тот уже к мышце. То есть, мгновенно все происходит. А у кошки там три переключения, а у змей десяток. Поэтому у змей шансов нет, если вы начинаете первым и побеждаете, естественно. Таким образом, у нас вот эти вот длинные отростки нейронов являются катастрофой. Почему? Потому что любой разрыв спинного мозга, любой дефект, он приводит к ужасным последствиям. Нужно восстанавливать не только сам аксон, как думают наивные американские неврологи, но и огромное количество глиальных клеток, которые будут изолировать его от внешнего мира. Огромное количество глиальных клеток, которые будут его кормить. И специальные сосуды, которые на самом деле окружают спинной мозг. У нас три крупных сосуда, идущие вдоль спинного мозга, образуют еще такие, за счет коллатеральных связей, такую корону вокруг спинного мозга. Вся эта корона лежит в канале позвонков центральном и окружены вокруг еще специальными такими мягкими тканями, то есть отсоединенные ткани плюс жир. И вот там в этом во всем проходят сосуды для того, чтобы просто защищаться от деформации. Так вот, спинной мозг у нас не бесконечной длины, и когда там почесывается где-то в районе прошлого хвоста, это, к сожалению, не спинной мозг. Спинной мозг заканчивается очень высоко на самом деле. Он длиной у мужчин где-то около 45 сантиметров, у женщин чуть поменьше, весит всего около 30 грамм, плюс-минус там пара грамм. И в диаметре где-то около сантиметра. Ну, чем выше голове, тем он потолще, поскольку туда собираются отростки, как восходящие, которые придают сигналы в головной мозг, так и нисходящие. То есть, иначе говоря, это очень уязвимая структура не потому, что там надо туда нейронов насажать. Нет, она уязвима, потому что это проводниковая система, в первую очередь. Есть, конечно, впадил непонятные автономные рефлексы. Ну, вы же не думайте о том, как вы там глотаете пищу. Она как-то сама заскакивает. Ну, там в кишечнике, собственно, очень сложная нервная система, о ней будет разговор в будущем. И очень важная, и очень уязвимая. Особенно от плохой пищи. Но в данном случае у нас ситуация немножко другая. Спинной мозг – это, в первую очередь, проводниковая часть. Есть автономные рефлексы. Те, которые прекрасно работают на автономном уровне. Ну, примеров таких очень много. Есть даже хроника такая, когда человек бежит, например, там, в атаку во время войны, ему сносит там снарядом голову, он продолжает бежать на еще там метров 100-150, пока обо что-нибудь не споткнется. В чем дело? Да дело в том, что на уровне сегментов спинного мозга существуют такие автономные сигналы, которые возникают у нас и сопровождают нас всю жизнь. То есть мы особенно не заморачиваемся, когда ходим по улице, поскольку это идут на автономном уровне. Вот так и человек, бегущий в атаку без головы, продолжает свое движение на уровне автономных, сегментарных рефлексов, когда и чувствительные входы, и моторные выходы работают почти в автономном режиме. Хотя их все время контролируют. И головной мозг, если что-то под ногами неожиданное, вы, как известно, подпрыгиваете сразу, боясь, что там какая-нибудь зимея или еще что-нибудь. То есть иначе говоря, в мозге есть, конечно, автономные функции. Он, конечно, может работать автономно и избавляет нас от массы задумчивости по поводу, какую мышцу сокращать. Но в то же время он является исключительно таким лошадью, которую жестко погоняют, то есть таким ломовым извозчиком. И с ним связана масса проблем. Спиной мозг хорош лет до 30, то есть до нашего биологического репродуктивного возраста, который раньше считался концом человеческой жизни. В районе 30-35 лет жизнь людей, как правило, заканчивалась. Вот для этого времени спиной мозг очень неплохо работает. Надо сказать, не хуже, чем у животных. Но единственная там тонкость возникает. У нас в канале, в центральном, дырка такая, которая идет из мозговых желудочек через спиной мозг, этот канал к 30 годам как раз зарастает. А раз он зарастает, меняется обмен межклеточной жидкости. И обычно после 30 появляются первые признаки некоторых болевых ощущений, о которых следует поговорить. Поскольку у нас, если брать только травматизацию, только в США и только по страховке, это 10 тысяч новых патологий спинного мозга, возникающих в результате литей травмы в год. А всего там около 250 тысяч колясочников. Это катастрофа. То есть примерно 40-80 случаев спинного мозга возникает на 1 миллион людей в год. Это очень много. То есть 500 тысяч людей в год. И поэтому, конечно, людей очень волнует, как бы это все восстановить, как бы это все изменить, можно ли компенсировать. Вот исходя из того, что я рассказал, компенсировать это очень трудно, поскольку длиннющие проводники надо восстанавливать не отдельную клетку, а надо восстанавливать эти самые проводники. А проводники длинные, как я говорил, с головного мозга. Они могут достигать метра 10 сантиметра. А те, которые идут к органам, ну, поменьше чуть-чуть, но тоже очень длинные. Растут они, кстати говоря, не три месяца, как вам обещают любители стволовых клеток, что является чистейшим враньем, а растут годами. И у человека, как вы знаете, рост так устанавливается к половому созреванию, иногда и потом продолжается. То есть, это речь идет о десятках лет. Так что, если бы даже все было идеально, и вам бы каким-то волшебным чудом пересадили бы нейрон в спиной мозг, то оказалось бы, что его растить надо многие десятки лет, а не соединять кусочки. Давайте соединим кусочки на 10 сантиметров, и человек пойдет. Нет, не пойдет. К сожалению, этих объявлений о том, что такими чудесными способами лечат спинномозговую травму, они с 40-х годов прошлого столетия. А уж то, что было в 90-х, когда вместо стволовых клеток были фитальные и прочее, прочее, когда, значит, обещали там вырастить связи, все это закончилось ничем. Как известно, так ничем и продолжается. Почему? Потому что вот эти длинные проводники даже в идеальном случае создать очень сложно, потому что каждый нейрон окружен, как я говорил, огромным количеством глиальных клеток, нужно подводить к нему гигантское количество крови, крови, то есть, нужно обеспечивать. А кроме этого, это сам нейрон-то должен быть огромным, потому что где там при пересадках вот эти самые псевдо-стволовые клетки могут наесться своих сотоварищей, чтобы стать большими? Нет этого. То есть, к сожалению, на сегодняшний день это в основном мелкое надувательство, которое массово задуривает головы людям. Об этом мы поговорим немножко после новостей. А сейчас я вам хочу рассказать кое-что еще из спинного мозга, то, что связано с частыми заблуждениями людей, которые страдают поясничными болями. Вы чаще всего, кстати, говорите, поясничные боли связаны не с спинным мозгом, потому что любое действительное механическое воздействие на спинной мозг приводит к катастрофе. Люди ложатся и очень редко когда встают. Поэтому все рассказы о том, у кого-то что-то зажало где-то, являются бабушкиными сказками. Другое дело, то, что с собой надо следить, надо проверять, нет ли каких-то изменений с позвоночником, нет ли каких-то изменений с самим спинным мозгом, нет ли каких-то новообразований и прочее. Это надо отслеживать. Но относиться к этому надо не только серьезно, но и очень разумно. Потому что, еще раз повторю, спинной мозг, он короткий, он не протягивается до самого копчика. А что происходит? Дело в том, что в процессе развития эмбрионального позвоночника, позвонки растут быстрее, чем спинной мозг. Спинной мозг уже начинает образовывать связи, и уже дальше вытягиваться не может. А позвоночник продолжает активно расти. Вот в результате такой асинхронности получается, что позвоночник у нас там где-то 45-43 сантиметра, а спинной мозг 42-43, а позвоночник длиннее. И в результате отростки, которые выходят через специальные каналы позвоночника, они идут вдоль спинномозгового канала вместо спинного мозга, который уже там нет. Это вот это вот все вместе, а потом расходится ниже. Чем ниже, тем больше волокон, меньше самого спинного мозга. А спинной мозг заканчивает с достаточно высоко. То есть у нас такой он укороченный по отношению с размерами позвоночника. Ну, как у лягушек, кстати говоря. Тут мы ни в чем не уникальны. Не только обезьяна, летучая мышь, но и лягушки имеют укороченный спинной мозг. Никаких тут чудес особых нет. И заканчивается он такой длинной штучкой, которая называется конский хвост. На самом деле это просто мозговые оболочки, которые срослись, поскольку внутри никакой нервной ткани с нейронами нет. И вот это вот конский хвост, он на самом деле зафиксирован внутри позвоночного канала спинного мозга и достаточно жесткий. И в связи с этим существуют огромные проблемы, связанные с патологией спинного мозга. Даже если человек просто сидит на земле, вытянув ножки, не согнув в коленях, уже воздействие на вот этот конский хвост оказывается, то есть он растягивается. А если при этом он и резко наклонил голову, что часто бывает при падении на попку, то есть голова идет по законам гравитации вниз, ноги если выпрямлены, то в этом случае можно получить что? Можно получить разрывы сосудов, которые обслуживают спиной мозг. И это может привести к очень серьезным последствиям, спинномозговым ощущениям болей, очень мощным. То есть простейшая вещь, которую сейчас очень любят любители здорового образа жизни, падение на попку, так, чтобы была не зафиксирована голова, то есть она склоняется вниз, приводит к растяжению спинного мозга настолько резкому, настолько катастрофическому, что очень часто происходят разрывы сосудов. Это безусловно, этого безусловно надо избегать. То есть спиной мозг к нему нужно относиться очень бережно, помнить, что мы в недавнем прошлом были четвероногими существами, а не двуногими, и разгружать его по мере возможности. Не только постоянно худея, но и, так сказать, работая над собой, над своим повседневным поведением. Сам спинной мозг окружает спинномозговая жидкость, которая образуется не в самом спинномозге. Спинномозговая жидкость – это ультрафильтрат нашей плазмы крови. Она образуется в латеральных желудочках головного мозга и в четвертом желудочке, где есть такая штука, как сосудистое сплетение. Туда поступает кровь, которая фильтруется очень хорошо, то есть фильтруется так, что ничего туда, кроме воды и электролитов, не попадает. И дальше она проходит через мозг, у кого еще цел центральный канал спинного мозга, частично через него, а под мозговыми оболочками протекает по спинному мозгу сзади, и потом поднимается наверх к головному мозгу, где собирается специальные такие цистерны спинномозговой жидкости и выходит по градиенту концентрации наружу через плахетоновую грануляцию, которая находится у нас над лобной областью. Вот такая циркуляция, очень быстрая спинномозговая жидкость течет через наш головной спинной мозг струйкой диаметром примерно 3 миллиметра, как струйка из-под крана. Ужасы спинного мозга. Значит, у нас есть различная информация о спинном мозге, которая завлекательна, которая интересна, которая может помочь каждому из вас, в конце концов, жить более-менее осознанно и пользоваться им. Значит, у нас есть различные сообщения, например, с телеграмма. Вопрос такой, какие методы профилактики спинного мозга? Может быть, укрепление мышц спины после 30 лет? Вообще, укреплять все надо. Вопрос совершенно справедливый. Для этого нужно достаточно работать. Но работать не в одном положении, как, например, на конвейере гайки закручивать, это тоже полезное занятие, но не бесконечно. Потому что нужно менять позицию. Так что лучше всего творчески работать в огороде или заниматься столяркой, но не постоянно, а все-таки эпизодический. Человеческий спинной мозг и мускулатура спинная нетренированного человека рассчитана на несколько часов такой работы, а потом нужно менять рот деятельности, сделать что-нибудь лёжа, например, книжечку почитайте или на животе. То есть попробуйте менять нагрузку для того, чтобы не создавать прецедента поставленного механического воздействия. Значит, если шлю ещё длинный вопрос. Значит, ребёнок родился недоношенным, в седьмом месте беременности. Критично ли это? Это не очень критично, если вы за ним будете следить и компенсировать проблемы недоношенности повседневной жизни. Обычно бывают трудности со зрением, обычно бывают трудности со слухом, с замедленностью развития. Поэтому если вы справитесь с этим, то есть вложитесь в него полностью, хотя бы на год, то есть шанс, что он, всю эту недоношенность пройдёт незамеченной, если она единственная особенность. Значит, следующее интересное смс-сообщение – наследуется ли мышечный талант. Можно ли спланировать у ребёнка? Ну, это можно спланировать ребёнка, может, сколько угодно, вот спланировать вряд ли получится. А мышечный талант – это зависит от того, как распределится геном между папой и мамой. К сожалению, это непредсказуемо. Но обычно люди с крепкими родителями тоже становятся крепкими, потому что наследование митохондриальной ДНК идёт по материнской линии. И если мамочка крепенькая, такая, так сказать, спортивная, то быстрее всего у него будет наследоваться мамин мышечный талант, а не папин. Так что папа может быть и дохленький, это ничего. Значит, теперь мы перейдём к некоторым приятным занятиям. Так звучит панамская утка. Сегодняшняя наша тема – спинной мозг, поэтому, конечно, мы будем интересоваться тем, что делается в области, в том числе лечения, разработки методов регенерации и, так сказать, реконструкции спинного мозга. В этом отношении Калифорнийский университет преподнёс нам сюрприз, опубликованный в журнале «Нейрон». Ну, это и Сан-Диего. Значит, оказалось, что некий-то Марк Тушинский, что уже навевает некоторые идеи, заявил неожиданно для всего человечества, что повреждённый аксон ещё не мёртв. Прекрасное открытие американского учёного состоит в том, что он утверждает то, что известно последние 200 лет. Если аксон перерезается меньше, чем на 2 трети, то быстрее всего он не регенерирует. А если при повреждении, например, пальца на кухне острым ножом вы подрезаете кончик, то дальше начинается спроутинг, такое явление, которое восстанавливает концевое разветвление аксона, и чувствительность восстанавливается не скоро, не сразу, не так, как бы вам хотелось, но тем не менее. Это восстановление идёт. То есть, если вы отрезали меньше 1 трети аксона нейрона, то есть хороший шанс, что эта ситуация восстановится. Так вот, Марк Тушинский умудрился продать это мероприятие как совершенно новейшее открытие. И объяснил человечеству заблудшему много десятилетий назад о том, что если к этому добавить гены регенерации, которые, конечно, надо искать, добавить факторы роста нервов, которые известны уже почти столетия, то можно добиться, наверное, восстановления. Поздравляю по гранту, парень отчитался. Есть ещё не менее прекрасные эксперименты, которые, к сожалению, многие люди, особенно страдающие этим тяжелейшими заболеваниями, связанными, в общем, с прикованной коляскам, верят, воспринимают как перспективу, и, к сожалению, попадаются на этот обман, а часто и просто на воровство. Ну, в этом случае у нас опыты смелые проведены в Харбине, ну, они повторяют, китайцы повторяют эксперименты в Европе и в Америке, но смысл такой, что берут крыс, делают им повреждения спинного мозга, и дальше, не исследуя ничего подробного, чисто физиологические тесты, значит, они после такой перерезки, значит, показывают, что, оказывается, можно восстановить отростки спинного мозга крыс, то есть, растить между собой. Ну, в контроле они, конечно, посыпали перерезанной спиной мозг солью, тоже очень оригинально, а уж какие ощущения были у крыс, остается только гадать. Вот, а морфологии, то есть, морфологический контроль, что там происходит, конечно, не сделали, но для лечения использовали полиэтиленгликоль, тот самый, который добавляют в умывающую жидкость для автомобилей, очень полезное в плохую погоду средство. Но если его добавлять, по мнению китайских исследований из карбина, в разрезанный спинной мозг, то аксоны-то и начинают расти. А в чем гениальная идея? Гениальная идея стоит в том, что полиэтиленгликоль вызывает слияние клеток. То есть, в тех случаях, когда ученым необходимо, например, какую-нибудь клетку раковую, которая живет вечно, они действительно живут вечно, еще с довоенных времен некоторые существуют, они могут размножаться, но ни во что в хорошее превратиться уже не могут. Вот если такую клетку мы хотим наделить определенными свойствами нормальной клетки, то берут нормальную соматическую клетку с теми или иными, с того или иного органа, и с помощью полиэтиленгликоля в культуре ткани сливают ее, тогда клетка как бы сохраняет часть своих способностей производить некие белки, а имеет при этом довольно длинную жизнь, как у раковой клетки. Вот, значит, воздохновившись открывшимися бездными знаниями китайские исследователи решили налить полиэтиленгликоль в спинной мозг и пытались доказать, что их перерезка полностью восстанавливается. Ну, таких сумасшедших опытов было сделано очень много, как и делаются они почти 30 лет, так что поздравляем, китайские исследователи ступили широким шагом на путь западных коллег. Но, тем не менее, я думаю, что по деньгам они отчитались. Ну, наши ученые тоже не идут, не отстают от передовых методов исследования. И, конечно, было в ЦИТО, известное очень учреждение, занимающиеся травмой, были сделаны эксперименты на крысах, куда в спинной мозг вводили магнитные наночастицы, то есть, иначе говоря, металлические опилки, только миленькие такие. А потом помещали эту самую крысу с поврежденным спинным мозгом в магнитное поле. И в результате доказывали, в результате физиологических тестов, ну, их много, там, Баса, Биати, Бреснана, то есть, это так, знаменитые наборы этих тестов, которые позволяют втюхивать всякую нелепость. Вот. Показывали, что, оказывается, все срастается. Интересно, каким образом намагниченные опилки внутри спинного мозга стимулировали образование аксонов. эта загадка, думаю, ждет государственной премии в ближайшем будущем. Не менее интересные исследователи проводятся в Эдинбурге, а тут уже действительно интересно. Значит, в данном случае исследователи пошли чисто, чисто так, как предполагается, предполагает тема нашей передачи. То есть, это изначально утиная история. Как я понимаю, получив средства на исследование регенерации мозга, они взялись изучать Данио Рерию. Это такая рыбка полосатенькая, которую разводят обычно аквариумисты для продажи подросткам или на корм крупным, более дорогим рыбкам. Оказывается, они показали, что в Эдинбурге, конечно, было сделано, что в развитии серотонин является единственной причиной и важнейшим фактором роста спинного мозга при регенерации. Дело в том, что у Данио Рерию в развитии, пока они еще небольшие рыбки, у них действительно может отрастать, как, кстати говоря, у некоторых головастиков лягушачьих, может отрастать, регенерировать весь хвостик со всем спинным мозгом, с мышцами, с хрящевым позвоночником. Ну, вот они показали, что это и есть. Ну, новость такая, немножко устарелая, ей лет 150, но, тем не менее, они анаукообразили результаты, показали, что при наличии серотонина, значит, у нас дело идет еще лучше, то есть, если серотонин есть, регенерация происходит, а серотонин нет, регенерации не будет. Ну, и полное торжество, конечно, произошло в Лондоне, где господин Райсман в колледже неврологическом, в институте неврологии при университете, в Лондоне показал, пересадив обонятельную луковицу, которую удалил у человека с поврежденным мозгом. То есть, что он сделал сначала? Взял бедного поляка, 40-летнего, который дружески подрался где-то в Лондоне и получил ножом в спину. Частичная перерезка спинного мозга привела к тому, что он утратил возможность двигаться, что тоже понятно. Так вот, Райсман додумался до гениального способа лечения. Я думаю, что сейчас это топ в научных достижениях. Он взял у этого бедного поляка, вырезал обонятельную луковицу. Зачем он взял обонятельную луковицу? Это полная загадка, потому что он, вытаскивая ее, естественно, он отрезал все отростки обонятельных клеток и все отростки клеток, которые идут из обонятельной луковицы в мозг. То есть, там остались коротенькие вставочные нейроны, которые ничего соединить не могут. Но это не важно. Важно, что он взял и засунул эту обонятельную луковицу в зону травмы и затем стал пропагандировать идеи регенерации. Ну, естественно, что дело пошло на поправку, вполне понятно. Если, когда этого человека стали тренировать, оказывать ему различный комплекс реабилитационных действий, конечно, ему стало полегче. Ну, и в результате, значит, естественно, Павел Табаков из Ротского университета поддержал это гигантское открытие, этот прорыв. Ну, и, как я понимаю, на пару с Райсманом, они ему удалось освоить два с половиной миллиона фунтов, которые выделены были только на одну эту операцию, с чем я их и поздравляю. Ну, и самый невероятный научный подход реализовали, естественно, в университете Дьюка. То есть, сделав опубликацию в Scientific Report о том, что они провели исследование мозга четырех крыс для того, чтобы сделать прогноз погоды, до этого додуматься трудно даже мне. Просто это представить себе невозможно. Что они сделали? Они объединили мозг. Трех крыс им удалось. в единую сеть. этим, как известно, развлекались в том числе и наши компьютерщики лет 25 назад, когда на микрочип стертый сажали нейронную ткань и кусочек мозга. На Западе до этого тоже уже дело дошло. Они сейчас торгуют этим, как интеграция мозга и компьютеров. Так вот, эти ребята из университета Дьюк что сделали? Объединили крыс. То есть, вот таким способом воткнуть микрочипы и соединив проводами и решили, что сеть такая нейрональная крысиная будет предсказывать погоду намного лучше, чем одиночная крыса. Уж как они это делали, это отдельная загадка. Потому что доказали такие, что предсказания эти крысиные превосходят результаты, сделанные одной крысой в полтора раза. То есть, три крысы предсказывают погоду в полтора раза лучше, чем одна. Ну, это невероятное дело, поскольку все это было сделано в 15-м году, я специально об этом говорю. А за это время США потратили почти 4 миллиарда на борьбу с природными катастрофами. Только в этом году миллиард долларов и 5 огромных катастроф. Что-то не слышно, чтобы крысиные специалисты предсказывали какие-нибудь катастрофы. Так что, тоже можно поздравить, они тоже откусили свой кусочек пирога от этой истории. Ну, а теперь мы примем, я думаю, что один или два звонка. Значит, я прошу говорить, вы в эфире. Алло? Да-да-да, вы в эфире, вас слушают. Сдавайте вопрос. Здравствуйте, я извиняюсь дико, что мой вопрос может немного не по теме, но все-таки она не слишком бытовая, вы сами понимаете. В общем, вопрос такой, насколько эффективно может быть самовнушение и какие, может быть, вы знаете, действенные способы внушить себе какую-либо идею? Да, вопрос понятен, самовнушение это великая вещь. Мы себе, большинство глупостей, мы себе внушаем. Это ужасная история, потому что мы можем себя убедить в чем угодно, в том, что дети будут гениями, то, что мы безнадежно никому не нужны, ничего не умеем и никак наша жизнь не состоится. Это гигантская человеческая проблема. Именно самовнушение связано с большими трагедиями, потому что человеку чуть-чуть подтолкнуть, а он видит, что ему не так хорошо живется, как ему хотелось бы, как он начинает внушать себе как позитивные, так и отрицательные явления. Самовнушение всегда, любое внушение, которое вам делают, где куда бы вы ни пришли, в место отправления культов, или на большую площадь с демонстрантами, или будете сидеть дома под одеялом, читать какую-нибудь мистическую литературу. Проверяйте все на практике, потому что ничего лучше здравомыслия и проверки на практике достоверности ваших внушений нет. Есть два способа проверки любой глупости, которая у вас начинает чертыхаться внутри головного мозга. Как только вы чувствуете, что что-то происходит не то, сделайте две простых проверки. Первое. Предсказание результата. Вы внушили себе некую мысль? Отлично, проверьте ее. Предсказание результата это один из лучших способов. А еще есть научный метод, называется метод известной добавки. То есть, если ваша теория, ваше внушение, ваша гипотеза, ваша вера верна, то изменив входные условия на известную величину, то вы в соответствии с своей теорией должны получить изменения на выходе, столь же пропорциональные. А если ваша теория не дает пропорционального выхода результата, то значит, все это ерунда. Дальше. Давайте сейчас мы примем еще звоночек и послушаем. Да, вас слушают, вы в эфире. Здравствуйте. Подскажите вот такой вопрос. Например, при сексуальном возбуждении, лично у меня, каждый раз запоминаются именно вот эти женщины, с которыми мы были, именно при близости. А сколько вам лет? 32. Ну вы отлично, у вас отличный гормональный фон, вас поздравляю. Так что, женщины запоминаются, это хорошо или плохо? Нет, в смысле, это хорошо, просто именно вот вопрос в том, что именно вот там отец, скажем, плохо запоминается, но вот именно при сексуальном возбуждении именно вот этот, ну запоминаются очень сильно эти моменты, и прям я чувствую, что на подкорку они пишутся. Это как бы первый вопрос. И второй, вот я смотрю там фильмы, например, вот просто вот смотрю в кинотеатре, и я их полностью запоминаю, именно, ну диалоги, вот это все. Ну помогает мне сейчас учить английский очень хорошо. Вот с чем именно это тоже связано, что, ну очень хорошо так запоминается. Да, все понял. Значит, мотивированность это великое дело. Тут даже с психологами не поспоришь. То есть, когда у вас важнейшее, то есть весь смысл человеческой жизни это перенос генома в следующее поколение. Поэтому, если вы, так сказать, отягощаете свою жизнь такими развлечениями постоянно, конечно, вы будете запоминать. Это самое главное. Вы для этого разделись на этот свет, чтобы перенести геном. Поэтому, конечно, мобилизуется весь мозг, вся лимбическая система, и, конечно, запоминается. Это одни из самых ярких запоминаний в человеческой жизни. Даже если их этих подруг будет достаточно много. А вы запоминаете английский, очень хорошо учить в кино, потому что тоже мотивация есть. Наверное, английский вы учите не для того, чтобы ботинки подавать в гостинице, а для других целей. А раз так, то у вас есть серьезный второй инстинктивно-гормональный мотив, это еда. То есть, у вас секс и еда. Осталось только выучить английский, значит, и осчастливить какую-нибудь принцессу, и будет еще и доминантность. Так что, в общем, путь на самом деле правильный. Я прошу вас, говорите, вы в эфире. Да-да, я вас слушаю, задавайте вопрос. К сожалению, не получилось. Так, давайте другой попробуем. Я вас слушаю, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, Москва. Да. Не подскажете, вот иногда, ну, как это, нервная система, спиной, мозг там, или вообще это мозговая какая-то активность, просто иногда вот по всему телу, ну, ни с того ни с сего проходит дрожь, можно сказать, от пальчика, то есть, ну, от головы, ну, от пальчиков ног. То есть, дрожь какая? То есть, у вас дрожит что-то? Не, не дрожит просто, как это самое проходит. И импульс такой пробивается. И импульс, это что, это перезагрузка нервной системы какая-то происходит? Нет, нет, к сожалению, у нас не матрица нашей мозги, вся эта ерундистика, а на самом деле ничего не перезагружается. Дело в том, что некоторые люди, набегавшись, наработавшись целый день, действительно уставшие, приходят домой, ложатся, спаси их, как будто их током пробивает. Такого полным-полно. Это так называемая остаточная активность, в том числе и мотонейронов. Дело в том, что вы целый день тяжело трудились, бегали там, были в заботах, а пришли домой, расслабились. Контроль, рассудочный, то есть, произвольное движение-то у нас все, контролируется головным мозгом, он снижается, вы или там полударем, или поели, расслабились, отвлеклись от всего. Вдруг, как будто бы вас пробивает, как током. Это остаточная активность, мотонейронов, как правило, бывает корой. В результате этого всего у вас спонтанно, иногда даже такое, почти судорожное состояние. Это остаточная активность, просит, против активного дня. Здесь надо это иметь в виду, и когда вы чувствуете, такие события происходят, ну, последите за собой. Выпить что-нибудь сосудисто-расширяющее, но не взлоупотребляйте, поскольку, к сожалению, за день нейроны так намучиваются, запас по ресурсам у них уменьшается, ну, метаболизм, так сказать, не бесконечный, поэтому восстановление тоже требует времени. Именно поэтому тяжело работающие люди частенько расширяют сосуды осуждаемым способом, принимают различные жидкости, которые увеличивают обмен сосудов и вывод молочной кислоты из мышц. К сожалению, нейроны не могут бесконечно быть активными. Но давайте еще один звоночек. Примем. Будьте добры, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, Юрий Москов. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот в мое время, когда я рос, там, 70-80-е годы, там, таких понятий, как депрессия, там, и так далее, ну, у меня не существовало. Все поработали там, ну, да, вопрос-то какой, да, задайте, А вот у моего сына 34 года, почему-то он считает, что у него депрессия и так далее. Вот насколько это ерунда, или это на самом деле правда? Сейчас объясню. Все понял, спасибо за вопрос. Значит, насчет депрессии, того, что раньше не было депрессии, а теперь депрессия есть. Понимаете, вот это словоблудие, с помощью которых объясняют состояние человека, особенно самого себя. То есть, дело в том, что депрессия, это от чего она происходит? От того, что у тебя не решается ни один инстинктивный, не решается ни одна инстинктивная. на гормональной задаче, что ты сделал, чтобы ее решить. Депрессия – это болезнь бездельников. В советское время такое не было, потому что все жили в семи двойных стандартов, когда человек, собственно говоря, был вынужден жить снаружи по одним законам, по законам недоразвитого социализма, а внутри себя и дома, на кухне, жить по-другим. Собственно, это и убило эту страну, огромную, прекрасную, по-своему прекрасную. Это может убить любую страну и самую современную, если будет такая система. Но вот эта система двойных стандартов, которая, когда каждый человек в Советском Союзе, ну, осознанно, так сказать, вел осознанную жизнь, жил как Штирлиц в Германии, то есть, с двойными стандартами, находясь как бы в разведке, вечно. Потому что если он придет что-нибудь скажет там любимому мастеру, начальнику, еще что-нибудь, то он может навсегда потерять перспективу просто получать даже наваренную колбасу. Поэтому люди, людям был недодепрессии. Они как Штирлиц работали, в общем, на двух работах, жили двумя жизнями. И тогда все хорошо. Почитайте Куртову Нигуту, создайте любимую сыночку элемент напряженности. Когда у него голова будет болеть, а потылица дымится, то ему некогда будет депрессиями заниматься собственными и ковыряться в собственном пупке. Советую создавать напряженность, если дети не понимают, что жизнь может быть другой. Ну, давайте еще примем один звоночек. Будьте добры, вы в эфире. Не получилось у нас. Давайте другой. Будьте добры, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. У некоторых мужчин возникает неприязнь к женским половым органам и выделением запаха внешнему виду, а некоторых, наоборот, это нравится. То есть, вот такая вот непонятная ситуация. Да, понятно. Да, значит, да, действительно, восприятие разное. Ну, с одной стороны, надо пореже этим любоваться делом и нюхать. Ну, вот, во-вторых, девушек полезно мыть перед тем, как это все наблюдать. А в-третьих, значит, надо сделать перерыв. Я не говорю о том, что нужно там менять ориентацию, но надо не так часто этим увлекаться, тогда смотришь, это пройдет. Здесь в данном случае может быть и привыкание. Значит, здесь есть еще один коротенький вопрос. Насколько велика корреляция между силой иммунитета человека и его умственными способностями? Часто ли болеют гении с физическими землями? Никакой корреляции неизвестно. Болеют также замечательно. И самые большие интеллектуалы умирают часто не только от глупостей, но и от разных инфекций. Поэтому, к сожалению, сопротивление это не очень велико. То есть, самовнушение вещь полезная, самоубежденность полезная, сила духа замечательна. Но, к сожалению, все хилеры, как известно, лечатся антибиотиками, потому что сделать ничего не могут. На этом до свидания, до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok